Сегодня глава Республики Рашид Тимрезов посетил две школы. Номер 3 в Карачаевске и учебное заведение Аула Кумыш. Руководитель региона ознакомился с тем, как организовано бесплатное горячее питание учащихся младших классов. Кроме того, Рашид Тимрезов дал ряд поручений по подготовке к строительству в Кумыше новой школы, Дома культуры и спортивного объекта. Подробности у Мурата Дженкиозова. В столовой школы номер 3 Карачаевска шумно и задорно. Дети с аппетитом обедают, украдко поглядывая на высоких гостей. Глава Республики пообщался с педагогами, с поварами, подробно расспрашивая о том, как организовано питание в школе. Ну а самый лучший индикатор качества еды – это пустые тарелки сытых школьников. О том, что обеды для младшеклассников должны быть бесплатными и высокого качества, отражено и в решениях президента страны. Принимает такое очень важное и серьезное решение. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Он поставил задачу, чтобы дети получали качественное питание, независимо от того, где они проживают. То ли это сельское место, то ли это город, чтобы получали качественное горячее питание. И, знаете, самый большой показатель того, что мы видим – это пустые тарелки у детей. Пожалуйста. И то, что с хорошим настроением. У нас на обед суп перловый, у нас на обед гуляш из курицы с макаронами, с подливкой, с зеленью, с салатом обязательно. Чай, поэтому у нас попить на третье. И на завтрак была каша рисовая, масло, чай тоже бутерброд. Хлеб на выбор – серый и белый. В средней школе аула Кумыш дети уже поели и разошлись по кабинетам. Рожид Тимрезов лично проверил пищеблок, меню и условия, в которых питаются дети. Тут же во дворе школы состоялся обстоятельный разговор с членами правительства и главой администрации района. Руководитель региона дал поручение проработать всю необходимую базу для строительства новой школы и не только. Здесь на сегодняшний день нет ни дома культуры, он есть, но ни дома культуры, ни спорткомплекса. Мы в более маленьких населенных пунктах строим спорткомплексы и продолжаем это делать. Основное, конечно, то, что здесь требуется, это строительство новой школы. Мы сегодня приняли решение о том, посмотрим, посчитаем, какие есть проекты у нас уже примененные. Либо это будет школа на 550, либо на 600 мест, что в принципе закрывает, не в принципе, а полностью закрывает потребности данного населенного пункта. Но и при этом этот населенный пункт всегда отличался и своими спортивными достижениями, и работниками, представителями культуры. Поэтому, конечно же, мы посмотрим, то, что касается дворца культуры, может быть, мы будем использовать современный актовый зал в новой школе на первом этаже. Но, скорее всего, будем делать отдельно, отдельно дворец культуры, наш типовой, который на 300 мест. И обязательно спортивное ядро с тем, чтобы дети могли заниматься и летом, и зимой. Это, я считаю, что самое главное. Хотя по данному населенному пункту еще много таких и основных вопросов, в том числе и водоснабжения, но мы этим вопросом достаточно плотно с главой района, со Спартаком Аскатовичем занимаемся. Мурат Жентюзова, Лебастанов, Вести Корышеева, Черкесия.